Писание учит нас быть осторожными, когда тебя называют учителем, и ты сам себя называешь учителем, потому что написано, значит, назывался тебя и спросится. Поэтому я всегда стараюсь об этом помнить, чтобы, знаете, не учить с высоты кафедры или с высоты своего возраста или духовного опыта и так далее. Я понимаю, что Бог слышит, это все слушает, и приходит время, когда он спрашивает. Не то, что боюсь, я просто понимаю, что есть ответственность. Поэтому я, друзья, стараюсь проповедовать так, чтобы говорить прежде всего себе, а потом уже говорить вам. Поэтому то, что я буду говорить, поймите, пожалуйста, я буду говорить прежде всего к себе. Это тоже относится в первую очередь ко мне. И вот, когда разрушено основание, что сделает праведник? Когда мы поднимаем вот эту тему, вообще любую тему, желательно всегда определить дефиниции. Дефиниция — это такие первичные понимания. Потому что иногда бывает, мы говорим о чем-то, да, два человека, а потом, оказывается, мы говорим о разном. Почему? Потому что мы по-разному понимаем, значит, вот эти вот первичные понимания. У меня, по крайней мере, с супругой так иногда бывает. Вот спорим, а потом это, подожди, это же шесть. Она говорит, нет, это девять. Понимаешь? И ты понимаешь, что мы говорим по-разному смотрим, да, ну и тоже немножко по-разному смотрим. Понимаете? Ну вот, значит, поэтому, значит, давайте мы определимся, что такое, кого я понимаю под словом праведник. Потому что люди, у людей разное понимание. Некоторые считают, что если я сходил в церковь на Пасху, посвятил, потом выпил, закусил, то я праведник. Почему? Бога верю, в церковь хожу и так далее, да? В общем, выпил, закусил, все нормально, все как положено. Вот кто-то считает, если я хожу, нет, я так не делаю, я хожу в церковь, вот протестантскую, посещаю там раз в неделю, там, или раз в месяц. Вот. Бога верю, я тоже праведник. Некоторые считают, а я еще и десятину приношу. Точно праведник? Запишите меня, пожалуйста, там, в небесную канцелярию, в небесной канцелярии. Вот. Ну вот, под праведниками я понимаю тех верующих, которые Писание называет святыми, то есть людьми, которые отделены для Бога через нелицемерное покаяние, принятие шо своим Господом и Спасителем. Господом, значит, Господином. А раз Господин, значит, дело то, что говорит Господин. Крещением, да? Они рождены свыше. Друзья, праведник должен быть рожден свыше. Он не может быть праведником, если он не рожден. Написано, кто не имеет Духа Святого, тот и не его. Это большое горе для верующего человека внешне, если он не имеет Духа Святого. Он не знает, зачем он ходит в церковь, он заставляет себя, ему не интересны молитвы, слово не интересно, ему не интересно общение с братьями и сестрами. Это уже звоночки такие, которые прямо даже колокола в жизнь человека. Если у тебя это так, подумай, имеешь ли ты Духа Святого. Так вот, праведник обязательно, он рожден свыше. Потому что нерожденный свыше, то, о чем я буду говорить, он это будет все считать безумием, сказкой и так далее. Ему это будет неинтересно. И праведнику он что делает? Он старается жить по заповедям. Праведник, я не говорю живет, он живет по заповедям, но старается. Вы понимаете, о чем я, да? У него не всегда получается, но он старается. И старается не лицемерно. Он может упасть и один, и второй, иногда третий раз. Но если дойдет до седьмого, Господь уже что-то спросит, наверное. Понимаешь? Дружище, я прощаю, а ты случайно не лицемеришь со мной, да? Итак, это праведник, да? Основания. Это духовные, душевные и материальные опоры в жизни человека. У верующего человека какие основания в жизни? Ну, такие самые. Ну, не особенно говорят, но, наверное, все знают, да? Давайте. Первое. Слово Божье. Бог, да? Бог, это реальное основание, это скала. Вот, Давид говорил, это скала в моей жизни. Семья. Тоже основание. Церковь. Да, для многих людей это основание. Служение. Близкие люди. Ну, братья, сестры имеются в виду, и духовные сестры, родные. Имущество, работа, бизнес, деньги. Ну, много у каждого человека, каждый определяет для себя свои основания в зависимости от степени духовности, опытности, да? Ну, многих вещей, там, жизненных ценностей, которые в него вложили родители. Ну, в общем, все воспитано всей его жизнью. Разные основания. Но эти основания, они есть у каждого. И бывает, так бывает, что эти духовные основания, что? Разрушаются. Это, к сожалению, это бывает. Когда люди теряют веру, вот именно вот в эти основания. Сегодня мне один человек написал, я, говорит, не верю теперь, там, не в семью, там, не это, там, да. У меня, нет, я, говорит, не знаю, что у меня это разрушено, да. Вот, буквально вот, буквально сегодня. Давайте посмотрим, что говорит Писание по этому вопросу. Когда основания разрушаются, что сделает правильник? Эти слова я взял из Псалма 10-го. Сегодня в основе будет именно Псалом 10-й. «На Господа уповаю, как же вы говорите, душе моей улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает правильник?» Большинство комментаторов говорят о том, что Давид говорил эти слова в тот момент, когда его сын Авесолом задумал свергнуть своего отца. Как раз в тот момент, когда он собрал к себе, ну, кинул клич, собрал к себе своих приспешников. Вот, и они объявили его, ну, желание, чтобы они объявили его царем. Вот, и к Давиду пришли его верные люди, говорят, царь, за ним идет народ. А Авесолом втерся доверием, в доверие к народу. Почему? Потому что там стоял у ворот, да, там каждого обнимал, каждому говорил. Ты же видишь, нету порядка, нету внимания к твоим нужным. А вот я, когда приду, будет все по-другому. И написано, втерся он в доверие к народу. И народ много к народу пришло. И вот приходят к Давиду и говорят, царь, все, за ним пошел народ. Они готовят переворот. И для Давида это невыносимая ситуация. Он очень любил Авесолома. Написано, что от головы до пят он был самым красивым. То есть, если бы в этот момент были мужские конкурсы, он однозначно бы занял первое место. Там так и сказано, от головы до пят. В общем, от головы до пят. То есть, не было в нем никакого несовершенства. Он был совершенен как мужчина. Красивый, умный и так далее. Там у Давида с ним были особые отношения. Кто помнит вторую Парапаминон, он помнит. Но мы говорим о Давиде. Любимейший сын. Потому что Давид очень любил Авесолому. Очень любил Авесолому. Это показывает дальнейшие события. И настолько для него, я понимаю, для него это были разрушением оснований. Почему? Потому что он уважаемый царь. Боевой царь, одержавший победы над множеством народов. Написано, что народы и наплеменники трепетали перед ним. И вдруг раз. Правда, в этот момент он уже такой постаревший был. В годах. Написано, через сорок лет после царствования. То есть, он уже где-то там последние годы его жизни. Но, тем не менее, достаточно еще крепкий, как говорится человек. И у него вот такая вот... То есть, ему это все надо бросить. Царство бросить. И убегать надо. Ему говорят, бежи. Вот. Невыносимая ситуация для царя. Подобные, но еще... Ну, для Давида. Подобные, но еще более трагические события были в жизни еще одного библейского героя, жившего, скорее всего, во времена Авраама, Ицхака и Иакова. Я говорю об Иове. Праведной жизнью этого человека гордился сам Бог. Вы помните, да? Но так случилось, что за короткий срок Иов потерял все. Богатство, детей, здоровье. И его жена говорит, все основания твоей жизни разрушены. У тебя ничего нету. Даже здоровья и того нету. Похули Бога и, короче, ожидай своего конца. Твоя жизнь, она закончена. Ты доверился Богу. А видишь, он как с тобой поступил. Но интересно, что даже потеряв все, Иов ничем не согрешил против Бога. Ничем, ни слом. Вот все приходили, даже здоровье. И когда жена сказала похулить, он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Ничем он не погрешил против Бога. Ну, ситуация развивалась дальше. Пришли к нему трое праведников, такие святоши, знаете, и говорят, давай разберемся. Смотри, Бог прав, справедлив. Всегда. А у тебя проблема. Не то проблема, у тебя масса проблем. Значит, давай разбираться не с Богом, давай с тобой разбираться. Ты точно согрешил. Ты явно не переводил старушек через дорогу. Ты явно обижался в сироту. Ты там это... И представься, как бы Иову говорит, ничего такого не было. Да я вообще... Да скурпулезности все никогда, ничем, всегда помогал, всегда делал. Но они настаивали, и вот они там 20-25 глав, они все ему рассказывали, какой он не очень хороший человек. И он уже сам начал сомневаться уже и в друзьях, и самое что в Боге. Понимаете, он подумал, наверное, Бог, он не справедлив, наверное, он вообще не справедлив сам по себе. И он стал стучать в небеса и говорить, Бог, хочу с тобой навстречу, хочу говорить с тобой. Я, в общем, буду жаловаться на несправедливость. Ну, пока оставим Иову, мы пока просто перечисляем ситуации, да, в жизни праведника, какие они бывают. И прикоснемся к истории одного молодого человека из избранного народа по имени Иосиф. Помните такое, да? Он был из зависти предан родными братьями, с корнями выбран из родной земли и продан в рабство. В отличие от Иова, Писание мало пишет о его внутренних переживаниях. Ну, вообще там, вообще ничего нету практически. А его внутренние переживания, там просто дается некая внешняя канва своей жизни. Ну, мы понимаем, что переживал этот молодой человек. Ну, по крайней мере, мы можем постараться понять, потому что мы не были в его шкуре. Ну, вот представляете себе, да, живет человек в прекрасной еврейской семье, у богатого папы, ходит в дизайнерской одежде, да, папа любит, мама любит. Ну, братья, правда, недолюбливают, но то такое дело, можно как-то пережить. Ну, в общем, жизнь, она удалась. Вот. То есть впереди тебе светит богатство, да, все нормально. И вдруг тебя раз, вырывают из всего этого и продают. Кто вырывает? Близкие, самые родные, понимаешь? Те, которые вот плоть от плоти, кровь от крови, и продают тебя в рабство. И вот ты сначала в рабстве, потом в темнице. В общем, это конец всего. И самое, что интересно, понимаете, если Давид, он на виду у людей, на виду, как говорится, и смерть красна, да, можно быть героем. А здесь нет, тебя никто не увидит, Иосиф. Что ты там, как ты себя поведешь, не увидит. Ты здесь, в этой темнице, ты можешь вообще сгнить во веки веков. Все, от тебя ничего не останется. Идем дальше. Мы посмотрим на реакцию, мы пока просто описываем ситуацию, да. Кто посовету пастора Василия прочитал книгу Иова, когда он сказал, прочитайте эту книгу. Ну-ка, поднимите руку. Я прочитал, я понимаю. Так, раз, вижу. Раз, 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 раз. Ну, друзья, мне нравится, по крайней мере, то, что вы не врете, понимаете, это уже хорошо. Ну, я прочитал, то есть, пастор Василий, мы прочитали с сестрой, точно. Вот, друзья, большая книга, она очень много нам показывает и разъясняет нас, и показывает, как вести нам, да, вот, в обстановке той, которая складывается в нашей жизни. А вакуум жил в Иудее на рубеже 6-7 веков, ну, примерно так вот, комментаторы, которые всегда есть вопросы, ну, я говорю так на основе большинства библеистов, очень тревожное время он жил. Мало того, что в стране царил, ну, несправедливость, огромная несправедливость, богатые богатели, бедные беднели, несправедливость, судов нету, порядка нету. Вот, и, а вакуум, он обратился к богу и пожаловался. И вот как пастор Василий мне понравился, он говорит, бог ему ответил, я разберусь. Вот, и бог разобрался и говорит, я согласен с тобой, очень несправедливо, я подниму халдеев, они придут и там все камня на камне не оставят. Как вам такое? Ну, так оно было, и впоследствии так оно и казалось, потому что там в течение определенных лет не очень больших там все-таки было. Приходили вавилоняне, значит, и... А в это время, кстати, как раз нарождалась молодая Вавилонская империя, при Кархимейсе произошла у вавилонян битва с Египтом, они разбили египтян и готовились захватить Египет, ну, естественно, иудеи. Ну, то есть война, военные слухи, вот это вот все, что творится в обществе, еще бог еще пообещал, что я приду и наведу порядок. Короче, все получат по заслугам. И вы знаете эти слова, значит, Аввакуум встал, он говорит, встал я на стражу на башне, да, вот, и жду, что у меня Господь ответит, может, он мне объяснит еще там подробнее, что там, что будет, вот, когда придут, что же там произойдет и так далее. Бог ему ответил, но мы будем об этом говорить позже, вот, и Аввакуум, он принял, принял этот ответ. То есть я привел в пример четыре жизненных ситуации в жизни праведников, которые достаточно полно дают нам представление о том, какие разрушительные события могут произойти в жизни, ну, просто в жизни верующих в Бога людей, даже в жизни праведников, да. предательство близких, потеря войны, ну, потеря всего, да, вот эти вот ужасы от надвигающихся событий, когда ты понимаешь, что мир изменился и уже по-прежнему, по-прежнему ничего не будет. И если что-то будет, то как бы не хуже, да, того, что происходило до того. Конечно, никто у нас не восставал на нас, как на Давида Авесолом, ну, по крайней мере, я не знаю такого. Никто, царей нет знакомых, и никто не восставал на них. Но, друзья, вопросы предательства, они для нас, они тоже, скажем так, переживательны, потому что наши братья, наши сестры, они это переживают. Особенно в это военное время, когда миллионы людей сорвались своих насиженных мест, да, все, недавно говорил с братом, ну, его мало кто знает, он был в наше общение, приходил, вот, был призван в армию, его жена уехала в другую страну, ну, и там быстро нашла себе применение, ну, и говорит, все, я тебя не знаю, вот, а он ослабленный, такой, после болезни пошел в армию, слава богу, воюет, все у него, все у него получается, вот, но он очень сильно это переживал, ну, у него хоть детей не было, другой брат, у которого были дети, та же самая ситуация, жена уехала в другую страну, быстро там поняла, что там можно как-то устроиться, вот, ну, и решила устраиваться с помощью мужчин той страны. Человек был очень разбит, потому что просто разбит на осколки, потому что очень любил семью, детей. То есть предательство, оно во все времена было, есть и, к сожалению, будет пока живы люди. Десятки людей, в том числе из нашей, вернее, скажем так, миллионы людей, они пережили вот то, о чем я сейчас буду говорить, и до сих пор переживают разрыв с родиной, острую тоску за родной землей. Они оставили все в Украине, сейчас в разных странах устраиваются как-то, как могут. Мы были, смотрели, не просто там, там везде тоже все зыбко, понимаете, очень зыбко. И они, конечно, переживают, они, конечно, тоскуют за своей родиной, потому что родина, родная земля, да, родной народ, родной язык – это что? Это основание, да, это одно из очень важных оснований для нашей жизни. Моя внучка, мне тогда было 9 лет, знаете, что она попросила, чтобы я ей прислал, ну, мы, с женой, мы говорим, мы там пошлем кое-что, да? «Пришлите мне, пожалуйста, флаг». Если 9-летний ребенок переживает, ну, имеет такие чувства, да, то можете представить, как взрослые люди, как они там переживают. Мы встречаемся постоянно, встречаемся с людьми в поездах, в других местах, которые там вот находятся. То есть они потеряли эту опору, им тяжело, они ищут другую опору какую-то, ну, люди разные, верующие, неверующие. Многие люди, в том числе из нашей общины, потеряли дома, ну, все потеряли, короче говоря. У нас вот есть люди из Мариуполя, да благословит вас Господь, из Бахмута, которые все потеряли, там все разгромлено, ничего нету. Они здесь, им тоже, это тоже была в какой-то степени опора, правильно, когда ты знаешь, что у тебя есть дом, что ты можешь прийти, у тебя там тепло, приготовить, кушать, и все, и теперь этого нету, и ты вынужден ехать в другое место. Зарабатывать, и притом достаточно, чтобы не только оплачивать квартиру, дом, да, но еще, чтобы приготовить что-то можно было, купить, одеться. Ну, а что касается переживаний как о вакуум, ну, имеется в виду, когда ты, в стране идет война, и ты понимаешь, что, вот мы сейчас переживаем, да, дадут, там, помогут нам, не помогут, дадут нашим бойцам, сражающимся оружие, не дадут наши партнеры. И это тоже, оно не созидает вот такой в нашей жизни, такой твердого основания, ну, если вот надеяться, как бы вот об этом вот думать, да, вот, оно как-то зыбко, оно все. И согласитесь, что подобные переживания они приводили и приводят нас к ощущению неустойчивости какой-то такой окружающей, ну, если человек попадает в такие ситуации, я имею в виду, неустойчивости окружающего мира, зыбкости жизненной почвы под ногами. И сравнив эти жизненные ситуации, переживания праведников, которые тысячи лет назад жили, сейчас живут, мы можем сказать словами Экклесиаста, это первая глава, 9-й, 10-й стих, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, вот смотри, это новое, но это уже было в века бывших прежде нас, да? Ну, и дальше Экклесиаст говорит, есть и такая суета на земле, праведника постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых, а с нечестивым бывает то, чего заслужили бы дела праведников. И я сказал бы, и это суета, это Экклесиаст 8,14. Может быть, выведу сейчас. Бывают, друзья, бывают ситуации, когда с праведниками случаются вещи, ну, как с Иовом, да? Ну, человек безупречный, сам Бог говорит. Нету круче, горжусь вообще. А с ним такие вещи случаются. Вот как? Как это пережить? Как это понять? Ну, для себя, например, я решил проще, понимаете? То есть, я для себя, ну, такое понимание у меня, в моем богословии, в мире, пораженном грехом, не может быть просто вот всего идеального. Это не идеальный мир. И здесь все может быть. Но есть нечто, что все равно помогает жить нам в этом не идеальном мире. Аминь? И вопрос не в том, что с нами происходит, а вопрос в том, как мы реагируем на то, что с нами происходит. Ну, давайте вот мы посмотрим. Мы перечислили ситуацию, а теперь давайте посмотрим, как праведники реагируют, да? Как Писание учит нас реагировать на эти несправедливости, на эти предательства, на все то, что вот оно, ну, вот так вот оно, оно нас просто вот выбивает, выбивает из колеи, да? Когда нашу жизнь, оно разбивает на осколки. Друзья, ну, я реально, когда сталкиваюсь с людьми, я вижу, что люди бывают разбиты на осколки. На осколки разбиты. Просто как вода, тонкий слой, они не знают, как собраться, чтобы быть вот цельными. А Писание учит нас быть цельными, да? Учит нас быть крепкими, твердыми духом и так далее. Давайте посмотрим, чему учит нас Писание. И вернемся к 10-му Псалму, посмотрим на реакцию Давида. Он небольшой, там 10 стихов, можно, я быстренько прочитаю. На Господа уповаю. Как же вы говорите, душе мое, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивый натянули лук, стрелу свою приложили к тетеве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем, в праведников. Когда разрушены основания, что делать? Что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих, Господь испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивые горячие угли, огонь и серый палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Давайте скажем аминь. Аминь. Знаете, здесь это большое утешение для нас и большое крепкое основание для нашей жизни. Почему? Смотрите, Давид находится вот в этой ситуации, о которой мы сказали, вот буквально через какие-то там считанные часы он поднимется, что там надо было убегать, короче, они побежали там со своими, с теми, кто оказался, оказался ему уверен, но он все равно говорит, на Господа уповаю. Первое, что он говорит, он говорит, я на Господа уповаю, зачем вы ко мне приходите, вот это вот пугаете меня, я могу что-то сделать сейчас, да, я сейчас убегу, вот, ну потому что, ну видно, что надо сейчас это, ну все равно я на Бога уповаю. Почему? Он на месте. Друзья, Бог всегда на месте, Он был в жизни Давида, Он на месте в вашей жизни. Утвердите, скажите это Аминь. Что бы ни происходило, что бы ни происходило в нашей жизни, Бог, Он всегда на месте. Написано, Он в святом храме, написано, Он смотрит, глаза Его вежды, да, вот, значит, они смотрят на нас, Он смотрит, Он сопереживает нам, смотрит, все-таки, как мы отреагируем. Написано, испытывают. Ну, испытывают, это не то, что Бог, знаете, там решил, так, сейчас я испытаю, вот, кого-то там, сейчас вот я сооружу здесь, такую западню, он попадет, а я посмотрю. Нет, друзья, нет, поверьте мне, написано, все мы, как говорится, мы все своими похотями, короче говоря, испытываемся, они уводят нас в эти, вот, какие бы ситуации ни были, когда мы начинаем разбираться, то мы понимаем, что это мы, это наши проблемы, понимаете, наше поведение, наша жизнь в прошлом, выборы, которые мы сделали раньше, да, они привели в нашу ситуацию, а Бог, Он рядом, Он смотрит, как мы ведем в эту ситуацию, да, мы разбиты, да, мы сейчас, сегодня, сейчас, мы никакие, Он испытывает, Он смотрит, друзья, Он поможет, Аминь, мы все знаем, поможем, мы все проходили через это, я просто, я не то, что там сейчас вам что-то новое скажу, я просто обадриваю себя, обадриваю вас, обадриваю, Он поможет, не бывало, друзья, не бывало, чтобы Бог не помогал, вы знаете, проходил и прохожу с людьми, вот, попавшими в эти ситуации, годами, иногда некоторые ситуации, ни одного случая не знаю, чтобы Бог не помогал, ни одного, геть, зовсим, заголи, за 20 лет, больше, чем за 20 лет, всегда помогает, всегда приходит, всегда ли легко, ну, никогда не видел, чтобы легко, почему, да, потому что мы годами, друзья, мы годами готовим ситуации, представляете, 20 лет человек, или 10 лет, готовит ситуацию, попадает и хочет, боже, мне так тяжело, я хочу выпрыгнуть, не хочу, там это быть, не получается, увяжь уже, ты уже, тебе там, корнями врос в эту ситуацию, и Богу приходится там, корни эти обрезать, обкапывать тебя, пересаживать на другую почву, там, удобрять иногда, удобрениями органическими, и так далее, понимаете, короче, чтобы ты что-то понял, в этой жизни, понимаете, то есть, ему приходится, делать большую работу, вот, для того, чтобы в нашей жизни, произошли, изменить, никогда, он не бросает, но мы всегда должны знать, друзья, что в любой ситуации, Бог смотрит, как мы себя ведем, Он оценивает, это всегда мы должны запомнить, про нечестивых, там все понятно, был один праведник, который говорит, видел я нечестивого, там, расширяющегося, как дерево, да, вот, я смотрю, там, вообще, такая несправедливость, у него все хорошо, а у меня все плохо, я праведник, а у меня все плохо, но, пока я не зашел, в это, во святую, да, в храм, не поговорил с тобой, и понял, что, не смотри на него, еще он говорит, а что тебе там, до кого-то, ты следуй за мной, да, вот, с нечестивыми Бог разберется, мы же праведника, говорил, что праведнику делать, что делать, и так, Бог всегда на месте, во своем храме, на небесам, очи его зрят, они всегда видят, вежды его испытывают, сынок человеческих, вот, и далее Давид говорит о том, что Бог сам праведен, что он любит праведность, и что даже в тяжелых, или очень стесненных обстоятельствах, если мы ведем себя, как праведники, он видит это, он видит, оценивает, и он обязательно поможет, и поэтому Давид заканчивает псалом, Господь видит праведника, давайте скажем, аминь, то есть, дорогие брат, сестра, которые здесь, может, кто служит нас, какие бы обстоятельства, человек ни проходил, Бог, он всегда рядом, он всегда видит, он всегда готов ответить, есть определенные условия, то есть, почва для того, чтобы он ответил, и мы сейчас вот тоже об этом будем говорить, потому что жизнь другого праведника, она показывает нам, почему иногда, почему иногда, даже когда мы ведем, мы не можем к себе придраться, все делаем, все правильно делаем, трудимся, помогаем, служим, десятина, там, все делаем, ну, не придерешься, а оно все как-то, ну, такая, такая ситуация, вот у Иова, она случилась, да, все было хорошо, он вел себя, но вдруг он раз, все потерял, и здесь пришли эти святоши, короче говоря, и говорят, да ты вообще, наверное, ты конченый грешник, потому что, ну, по-другому быть не может, посмотришь на твою жизнь, вообще у тебя ничего святого нету, давай быстренько кайся, говори здесь, и все, и Господь все восстановит, он говорит, да я бы хотел бы, друзья, ну, я же буду грешить тогда на себя, понимаете, ну, нет у меня ничего, но вот бывают такие люди, знаете, которых вот так вот, ну, наверное, поэтому про его вот так и написано, да, что он это, ну, что он не мог за собой ничего найти, да, вот, потому что это особый человек, и у него в жизни были особые обстоятельства, но в чем-то все равно они похожи и на наши, потому что бывает, мы не можем о себе сказать, что вот я там как-то себя неправильно вел, там, там и так далее, да, и хочется поспорить с Богом, бывает такое или, бывает? О, бывает, вот, то есть я не обманываю, и вот его вот была та же самая ситуация, он говорит, Боже, вызываю тебя на разговор, вот, и самое что интересно, Бог пришел, он пришел, почему, он слышал, он смотрел, он оценивал, он пришел и сказал, хорошо, давай поговорить, ну, на всякий случай, подпоясись, пожалуйста, тот подпоясался, и состоялся этот разговор, ну, разговор, он был, скорее, большим аналогом Бога, потому что Бог, Он говорит, послушай, Ио, вот, я тебе сейчас расскажу о себе, и Он рассказал о себе, ну, смотри, вот, когда я созидал небо, землю, солнце, там, звезды, там, ставил все на своих местах, ты где был в это время, ты можешь мне посоветовать? Ну, тот молчал, говорит, ты согласен, что оно все нормально, устроено, все работает, да, звезды не падают друг на друга, ничего не взрывается, все целесообразно, солнце входит вовремя, вовремя это, снег, дождь, ну, как-то все красиво, целесообразно, животные такие красивые, там, иногда, когда говорят, что инопланетяне, там, привезли, там, это, там, каких-то животных с какой-то планеты, там, понимаете, я говорю, а червей всяких, пауков, там, их же миллион, они что, тоже с собой везли, друзья, ну, подумайте об этом, понимаете, там, рыбы, и так далее, понимаете, вот, все он устроил, многообразно, красиво, да, он говорит, когда, говорит, я же, смотри, вот, там, где-то там в горах, там, какая-то коза рожает, я же тоже ей помогаю, там, птичка, там, она хочет это, хочет зернышко, я ей тоже даю, и так далее, понимаете, то есть, он все рассказал о мироустройстве, да, то есть о том, что, как он создал, как он, как он, он это, Иоус слушал, слушал, там, где-то в середине, он сказал, боже, боже, не надо, я уже все понял, но Бог еще ему там пару глав, ну, в главах, если бы, он еще ему там рассказал о себе, да, и самое, что интересное, значит, Иоусу было достаточно, ему было достаточно, вот этого рассказа Бога о себе, то есть, он ему не ответил, Иоус, ты понимаешь, у меня был разговор, ну, там, с одной нехорошей личностью, и мне там, вот, пришлось, ну, вот так вот поступать, там, и так далее, ну, в общем, твои проблемы, вот они из-за этого, нет, он просто рассказал о себе, да, и Иоус понял, такая личность, как Бог, вот, она не может быть, ну, несправедливой, неправедной, она не может, нести в себе какой-то тьмы, неправды какой-то, не может просто, почему, потому что это великая личность, устроившая прекрасный, целесообразный мир, построенный на правильных основаниях, и он сказал, вот эти слова мне, я не знаю, я очень вот эти вот слова люблю, почему, потому что они показывают нам, друзья, вот тем, кому мы называем праведниками, почему иногда у нас бывают проблемы в жизни, вот смотрите, опять же, еще вернемся к Иоусу, ну, живет внешне, ну, вообще, ну, лучше не бывает человека, да, но есть что-то, вот что, что он не познал еще о Боге, и вот после того, как Бог ему рассказал, он говорит, я слышал о тебе слухом, я слышал, то есть мне рассказали, вот Сергей Стыценко с этого рассказал, пастор Василий, пастор Реба рассказал, ну, все, мне братья, сестры рассказали, все знаю, живу классно, но я с тобой не встречался, ему надо было встретиться, понимаете, вот даже вот бывает, знаете, вот когда мы живем, вот все делаем правильно, вот такие мы все, вот такие белые, пушистые, классные, вот, но это нет главного, иногда встреч, личного познания, понимаете, и происходят вот такие вещи, которые приводят нас, вот в это место, да, в место разговора с Богом, в другом месте, у кого-то, по-моему, Исаия, не помню, по-моему, Исаия, Бог говорит, увлеку тебя в пустынное место и буду говорить к сердцу твоему, значит, очень самое лучшее место разговора с нами, друзья, у Бога, это пустыня, все понимают это, пустыня, почему, потому что нам больше не с кем поговорить, мы уже никому не верим, мы уже во всем разочарованы, понимаете, вообще никого нету, от нас, как и от Иоа, многие отказались, там, ты грешник, ты конченый, там, и так далее, он говорит, не, дружище, а я с тобой буду говорить, я буду говорить, написано, к твоему сердцу, это, друзья, бывает, это тоже одна из важных реакций нашей жизни, вот так вот, как Иоа, да, вот, даже если мы разочарованы в Боге, надо куда бежать? к Богу, друзья, бежать к Богу, говорит, Боже, хочу поговорить, даже не спорь, я просто хочу узнать тебя, я хочу узнать тебя, я хочу понять, что со мной происходит, об этом говорит слово, как это можно? Слово говорит, да, об этом тебя служители могут рассказать, братья, сестры, молитва, в молитве ты взмолишься, и Бог тебе даст обстоятельства, каких-то людей, возможностей, что-то, как-то он ответит, исцеление и так далее, но он обязательно ответит, друзья, не бывает, когда праведник просит хлеба, а Бог ему дает камень, не бывает, когда он просит яйцо, ему дают скорпионы, Бог так не поступает, друзья, но надо идти, надо бежать к нему и говорить с ним, вот это будет правильная реакция, наша правильная реакция, аминь, что говорит нам жизнь Иосифа, вот как можно одним словом описать его ответ, на то, что с ним случилось, то есть потерял все, перспектив ноль, хуже, меньше нуля, все, вот он, даже находится в доме Патифара, там его достает, не знаю, пожилая или какая-то тетка, короче говоря, тащит его у постели, может молодая, победитель, молодец, он молодец, еще каким словом мы можем, это кто сказал, Наташа, верность, друзья, вот это слово, которое говорит о реакции праведника на эти обстоятельства, в любых обстоятельствах, в невероятных обстоятельствах, когда тебя видят люди, когда тебя не видят люди, вот это правильный ответ, я очень люблю Давида, честно говорю, у меня его сердце, ну не зря же Бог его сказал, человек по сердцу моему, да, о нем, классный, ну были у него проблемы, как у каждого, пострадал, вовремя покаялся, больше не грешил, все правильно, реакция правильная, но классный Давид, ну вот Иосиф, друзья, Иосиф, вот это меня впечатляет, жизнь Иосифа, она меня впечатляет, и мне так вот обидно, что ничего не написано, ну что там, что ты переживал, парень, ему там, он же в 17 лет, его там это, продали, да, сколько ему там, 18-19, у Патифара было, да, вот, и что, да спокойно жил бы себе там, грешил бы, никто не видит там это, ну а там уже, как говорится, уже как судьба повернется, да, нет, он сказал, этой женщине, да, мой господин, он мне доверился, я, условно говоря, дал ему клятву, и что же, я такое совершу перед Богом, друзья, он в этих условиях, он помнит о Боге, в этих условиях, он помнит, как ему жить, и он жил так, друзья, не один день, и не один год, он сколько лет жил так? 13, 13 лет он жил без всякой надежды на избавление, да, так, так, но он был готов, он был готов делать, это, это, дело то же самое, сейчас вот пришло на ум верующие, знаете, в советское время, ведь десятки, наверное, сотни тысяч, они ведь тоже вот так вот, они сгинули там, но они не согрешили, я представляю, как Богу дорого смерть вот таких святых, вот, ничего не сказали, сказали, да, умрем, но не согрешим против Бога, я очень уважаю людей, которые вот ведут себя, как Иосиф, когда никто не видит, да, когда только ты один на один, ты принимаешь решения, и ты принимаешь правильные решения, друзья, и такие люди, поверьте мне, я знаю жизни, и здесь сидящих, ну, не все понятно, но некоторые, и здесь сидящих, и те, которые там, может быть, смотрят на нас сейчас, или нет, некоторые, вот, они стараются жить именно так, вот, никто их не видит, не все так живут, друзья, в том числе из наших, не все так живут, некоторые соглашаются на предложение жены Патифара, но большинство нет. Давайте воздадим Богу славу за тех, кто... Аввакуум. Как Аввакуум. То есть, знаете, вот его переживания, они, ну, во многом они, скажем так, похожи на наши переживания, потому что мы тоже, боимся за Украину, да, мы боимся за Одессу, мы боимся, чтобы это не было разрушено, потому что это наша земля, это, это тоже одно из оснований нашей жизни, и оно колеблется, то есть, оно такое сейчас неустойчивое, вот. И что делать, что делать вот в этих случаях, когда Бог сказал, да, там все плохо, да, пошлю халдею. И я при том, сразу, друзья, вам говорю, что я не, вообще, не просто не поддерживаю, категорически против проповеди некоторых пастырей, даже еще, даже весьма таких известных, да, которые говорят, ну, они как эти, как друзья Иова, да, говорят, Украина, тебе есть за что наказывать, это тебе наказание, вот война, вот это, вот враг там пришел, и так далее. Ну, я сразу скажу, чисто логически, если Бог что-то делает, Он делает это, не подкопайся, эти два года колбасятся, значит, никак они не могут, не могут, не могут нас победить. Вот. В жизни стран, народов, друзья, бывает, ну, избранного народу, вот мы смотрим, были, как бы, две, два повода прихода врага. Первое, когда они грешили, Бог реально возбуждал желания у соседних народов, они приходили и наказывали. И когда, и что еще? Когда очищали свою землю, очищали свою землю от идолов. Друзья, и враг наш в лице вот этой личности, которая там возглавляет их, он сказал, я приду, я вам покажу, вы очистили свою землю от идолов коммунистических, вы улицы переименовали и города, я приду, я вам сейчас покажу. Я вам покажу. И первое, что они сделали, когда они пришли в Новую Каховку, это первые дни, это вот второй, третий там какой-то там день, там первую неделю, пошли на свалку, нашли разбитого, ленина, склеили его и поставили. Идол, понимаете? Поэтому, когда они вот так вот поступили, для меня, друзья, для меня это было знамением. Я не знаю, кто, кто-то смотрит там на силу армии, а я смотрю на те знаки, которые Бог дает, понимаете? Поэтому я против, когда говорят, это вас наказывают, туда-сюда. Да, есть за что, но не так, это точно. Поэтому, друзья, не слушайте ни таких пророков, не слушайте пастырей, которые так говорят, они говорят неверно. Да, они святые, они праведные, вот, они белые, пушистые, ну, просто они неверно говорят. Почему? Другая ситуация, и то, что даже наш народ, он вместе с Израилем, вы знаете это, что мы чувствуем общность нашей судьбы с Израилем, еврейским народом. У нас президент, молодой еврей, ну, достаточно молодой, так скажем. Вот. И во время вот этих, всей вот этих ситуаций не было никаких выступлений, там, в поддержку тех, кто вырезал евреев, ну, в поддержку Палестины. Поэтому в этом плане будьте совершенно спокойны. Так вот, а в вакуум, а в вакуум, он стоит на страже перед, ну, на страже, имеется в виду пророческая стража, да, то есть он, не то, что он там пошел на башню, там залез, не, 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 он говорит, я встал на стражу, я слушаю, что он скажет внутри меня, в моем сердце. И смотрите, то есть я беспокоюсь, за свой народ беспокоюсь, я беспокоюсь, сейчас придут, вот это вот все, все случится. Вот, ему Бог ответил. А вакуум 2, 4, выведите, пожалуйста. А вакуум, 2 глава, 4 стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведник, праведный, своей верою жив будет. Он говорит, нечестивцы, они не успокоятся. Он будет действовать, вот он как действовал, так он и будет действовать. Ну, это он говорил по отношению к Вавилону, то есть они будут там, если конкретно, ну, это и принцип определенный. Он говорит, они не успокоятся. Ты, живи верою. Ну, как это верою жить, друзья? Ну, вот как, как жить верою? Вот, я верю. Ну, как? так сжался там, или, ну, как это верою? Друзья, Писание, оно четко нам говорит, доверием, доверием к Богу, что Он любящий, что Он знающий твои проблемы. Он всемогущий, Он всеведущий, Он всегда готов прийти к тебе на помощь, и Он обязательно тебе поможет. Доверяй Ему. Твоя задача – доверять Ему, доверять Ему и делать то, что ты должен делать, как праведник. А что должен делать праведник? Друзья, Он просто должен жить. Бог по всему Писанию, Он множество раз говорит, живи, ну, живи, делай то, что ты должен делать сегодня, завтра, третьего дня. Сегодня время послушать слово. Приходи, слушай слово. Надо помочь твоему ближнему. Помоги ему, не отказывай, когда кто-то приходит тебе за хлебом. Помоги ему. Накормить голодного. Иди, накорми голодного. Помочь херсонцам. Помоги им. Сделай что-то, что прославит Бога. Вот. Верую, это значит доверием, это значит исполнением заповедей, и это значит деланием. Это значит, что-то делать, делать то, что Бог хочет, ну, что, то, что Он предназначил, написано для нашей жизни, потому что мы созданы для добрых дел, которые Он предназначил нам исполнять. Вот, друзья, жить каждый день доверием, идти, не грешить, исполнять заповеди. А, а если согрешил? Может быть, кто сидит, думает, Боже мой, меня Сергей так обличает. Вот. На каждом выслову. А что же мне делать, если это? Друзья, покаясь. Как Ишо говорил. Помните блудницы, он сказал, я тебя не осуждаю. На первый раз. Иди и впредь не греши. Меняй свою жизнь. Я тебе дам силы. Он дал нам силы для этого. Да, написано, праведник может упасть, но он поднимется. Он поднимется обязательно. Давайте скажем, это аминь. Аминь. Это ободрение тем, кто, ну, вдруг упал. Мы не знаем, кто может быть, как Иосиф, да, кто-то пришел, ну, не получилось, человек упал. Поднимется. Наш Бог, Он Бог второго шанса. Он Бог, который хочет, чтобы мы шли в этой жизни и у нас все получалось. И знаете, друзья, то, что, то, что я понимаю, у нас буквально несколько минут есть, то, что я всегда видел, нам надо молиться. Свежее откровение такое. Друзья, я ни разу не видел, чтобы что-то происходило в жизни людей без молитвы. Но когда мы молимся по каждой ситуации, когда мы промаливаем ситуацию, что-то происходит. Ну, так Бог устроил. Так по-другому не получается. Кто-то вот может прийти ко мне и дам ему совет. Ну, хорошо, хороший совет. Но если мы не помолимся, понимаете, не факт, что он сработает, а молитва сработает. То есть молитва сработает, может быть, не так, как мы хотим, но ответ Божий придет. Субтитры подогнал «Симон»